Из-за роста сезонной заболеваемости за несколько недель до новогодних каникул 2-й Г-класс школы номер 22 был вынужден отправиться на карантин до особого распоряжения Роспотребнадзора. Пока ребята идут на поправку, в дистанционном формате они осваивают правила правописания безударных непроверяемых гласных и удаленно, в режиме реального времени, сдают контрольные работы и тесты. В обычной влочной форме учиться, конечно, удобнее, потому что видишь ребенка, видишь глаза его, понимает он тебя вообще не понимает, о чем ты говоришь. Конечно, здесь вот этот вот коннект немножечко теряется, ну и, конечно же, опять же, технические какие-то моменты. Но в целом учителя отмечают, работать удаленно можно. Сама система дистанционного образования за эти годы сильно продвинулась вперед. Когда только-только ковид начался, только дистанционное обучение началось, мы работали на платформе Zoom, то есть там было очень проблематично с этим, потому что микрофоны не выключались постоянно, они там себе какие-то картинки на заднем фоне ставили, то есть они там развлекались, они не учились. Вот, потом мы перешли на другую платформу научи руку, да, там же было более модернизировано, то есть когда полностью там все микрофоны отключены, то есть они пишут исключительно в чат, то есть там не было никаких отвлекающих факторов, дети работают, учатся. Минус был в том, что я их не вижу, то есть там не было видеокамеры, то есть там только связь была через чат. Вот сейчас на сферах мы работаем, то есть здесь гораздо проще, потому что я могу выключить у них все микрофоны, и они, как бы, я их не слышу, да, то есть по камерам я их вижу, а голоса я их не слышу. В школе номер 22 закрыто в общей сложности пять классов. Это самый большой показатель по городу. Остальные занятия здесь проходят, как обычно, в очной форме. Также в качестве профилактической меры Роспотребнадзором был введен обязательный масочный режим для учителей. Школьники же надевают маски по желанию, но проходят фильтр на входе, как и в других образовательных учреждениях. После закрытия классов на карантин в обязательном порядке проводится и санитарная обработка. Первый класс у нас был закрыт 1-го числа. В этот же день была обработка этого кабинета полностью. Полы, стены, мебель, все отработано. Затем, когда закрыли дополнительно еще несколько классов, была обработана вся школа полностью. По данным городского комитета образования, всего на справке с диагнозом ОРВИ сейчас находится более трех тысяч читинских школьников. Но о пересмотре учебного плана речи не идет. В настоящее время школ полностью закрытых на карантин в городе ЧТИ нет. В 9 школах закрыты 16 классов. 455 детей обучаются дистанционно. Каникулы у нас пойдут по нашему плану, по расписанию. 26 декабря начнутся, 8 числа закончится, 8 января, 9 приступим к обучению. То есть пока все идет по плану в штатном режиме. Дистанционный формат обучения вводится при наличии 20% зафиксированных заболевших в классе. Но в школах города отмечают, далеко не все родители обращаются в детские поликлиники за помощью и продолжают отводить больных детей в школу, чем значительно усугубляют эпидемиологическую ситуацию. Екатерина Пешкова, Сергей Миртов, РТК Забайкалье.